Сейчас в кабинетах краевой администрации работы прибавилось в разы. В самом разгаре подготовка к Красноярскому экономическому форуму. Сегодня представители краевого правительства приоткрыли тайну и рассказали, что ждет Красноярск с 18 по 20 февраля. Первый день форума по традиции откроет активная молодежь. Ее представители обсудят, как выстроить эффективное взаимодействие между властью, бизнесом и обществом, в том числе и развитие в стране социально направленного бизнеса. 19 февраля уже обсудят основную тему КЭФа – стратегию 2030, то есть какой должна стать экономика страны и края в частности к 2030 году. Для этого на форум приедут ведущие эксперты не только из России, но и Японии, Китая, страны СНГ, Мексики и других. Кроме того, по традиции будут присутствовать и члены федерального правительства. В общей сложности от 5 до 6 тысяч участников. Уже известно, что в форуме примет участие заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович. Кроме того, в Красноярск приедут министр энергетики страны Александр Новак, а также министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров и министр Михаил Абызов. Сначала эксперты поставят задачи, какой должна быть экономика и социальная сфера в стране и крае в 2030 году, затем будут обсуждать, как этих целей достичь. Второй день посвящен тоже стратегии 2030, но скорее через призму тактических действий, как и кто может быть драйверами вот этого движения по тому вектору, который мы предполагаем обсудить или задать в рамках обсуждения в период первого дня. На что тратить финансовые ресурсы, как обеспечить систему образования, систему подготовки кадров. Среди тем, которые уже утверждены программой форума, развитие Арктики и Нижнего Приангария, реставрации и развития Енисейска и новая градостроительная политика. Эту тему глава Красноярска Эдха Макбулатов обсудит с главами крупных российских городов. Помимо этого на форуме планируют заключить порядка 30 соглашений по инвестиционным и социальным проектам. Не помните, на прошлом форуме мы подписали по сельхозтоваропроизводителям соглашение по строительству птицефабрики в Шарыповском районе. А сейчас огромный большой комплекс тепличный, который планируется построить на том тепле, которое будет у нас поступать от Березовской грязи. Огромный тепличный комплекс для производства овощей и той продукции, которая для нас востребована. Вот один такой, как пример, конкретный. Итогом форума должна стать уже сформированная стратегия развития края на ближайшие 14 лет. Ее впоследствии представят на рассмотрении депутатам Краевого законодательного собрания. Александр Ловицкий, Алексей Гузев. Новости.